здравствуйте мои дорогие друзья гости моего канала рад вас приветствовать на своем канале сегодня у нас пасмурная красивая погода я такую погодку люблю начинает идти мелкий теплый дождик пока мы еще спят и не жарит солнце есть время для того чтобы снять видео расскажу вам сейчас сколько получилось у нас тюков сена вчера мы его затюковали несколько тюков несколько десятков тюков спрятали а еще десятка 2 осталось на поле потому что уже не было сил это все перетаскивать и не было времени и нужно было ехать доить корову сегодня у нас 6 утра я уже вернулся с утренней дойки сейчас покажу вам свои красивые розочки вот такой свой маленький полисадничек в планах конечно его расширять насадить много роз сделать большой цветочник рассадить свои крыжовники ливии юки вот смотрите какие красивые стрелы попускали я когда пошел работать в школу здесь у нас недалеко соседнюю деревню там была шикарная у нас директриса дай бог ей здоровья человек с большой буквы таких людей я практически в своей жизни не встречал женщина очень толковая при том всем что это женщина работа кипит в ее руках коллектив организованный все работает как часы все налажено вот это память о ней она сделала мне такой подарок подарила мне 10 кустов юг и в этом году они уже зацветут и есть еще у меня юки с первой работы потому что школа была второй работой с первой работы я работал в училище мастером кулинарии и тоже мне подарили юки моя коллега мастер по петриковской росписи вот одна и вот вторая здесь у нас крыжовник в этом году он обильно засыпан ягодами даже поломались у него ветки много обсыпалось после дождя здесь мои розочки к сожалению много пропало несколько кустов сохранилась здесь у нас ежевика эта розочка у нас уже отсвела какая-то она непонятная может быть будет желтая малина на третий год спустя покупки после покупки первый год она еле-еле там приживалась второй год ничего не было это третий год может что-то и получится вот эта красивая розочка там у нас колючий крыжовник тоже куст большой ежевики а там дальше пошли маленькие кустики вот такая большущая мята выросла нужно ее уже срезать потому что она закрыла с собой крыжовник закрыла с собой красную смородину и вот такая большущая выросла и вот здесь у нас мята и вот здесь у нас еще есть раз-два розочки какие они зацветут непонятно ну и конечно без бурьянов никуда так это наши мускусы у них нужно уже убирать так что грязновастенько у них это наши голубые девочки и лавандовый сельдень три наверное несется две вот уже вышли из гнезда вот кто содержит мускусных уток хотел задать для вас вопрос по вашим наблюдениям по практике скажите пожалуйста утки несутся каждый день или утки несутся через день через два мне интересно узнать от вас такую мысль здесь у нас чеснок который уже скоро нужно будет копать чеснок пускает стрелы вот такие их обязательно срывать для того чтобы завязывалась крупная головка которая в земле потому что если вот эта стрела поднимется вверх начнет цвести это будет уже плохо и вот еще есть такая мята она очень сладкая это время пропускать не нужно стрелы нужно обрывать здесь у меня есть еще клубника еще чуть-чуть осталось и между чесноком еще посажена у меня ежевика смотрите какой красивый цветочек он такого какого-то фиолетового цвета совсем другой сорт эти точки тоже нужно пообрывать потому что она посажена только первый год чтобы не было ягод и чтобы она лучше укорнилась прижилась лучше все вот такие цветочки обрывать ну огород в этом году у меня не совсем красивый не совсем ухожен потому что на все времени не хватает нужно заниматься или хозяйством или огородом пока на на одно и на другое у меня времени не хватает вот здесь у меня помидорки помидорки вообще шикарные помидорки мне подарили рассаду как я уже об этом говорил и несколько кустов я еще досаживал а перец у меня стоит в бурьянах нужно выпалывать тогда выпалывать тогда я вам его покажу конечно если ты один и нет семьи можно всем заниматься и хозяйством и огородом а когда у тебя еще дети семья есть еще какие-то обязанности то все на себя взять просто невозможно ну вот так как-то приблизительно выглядит наш сенокоз там уже наша мурка пасется наша роза огород это уже идет соседский огород и вот еще за ивами несколько тюков сена у нас лежит потому что его не перенесли здесь на вот этом кусочки и на вот этой всей длине у нас получилось двадцать пять тюков но я вам не показывал еще одну сторону где я косил сено спрашивали чем мы косили косили конечно же трактором совсем немножко косили руками потому что тяжело руками накашивать для крупного рогатого скота расценки у нас на покос сена 15 гривен за то чтобы скосить за сотку и 15 гривен за то чтобы затюковать а так тюк сена продают у нас 40 45 гривен мне за покос получилось заплатить 500 гривен получилось у нас 84 тюка по 15 гривен плюс добавить туда еще 500 гривен и если я не ошибаюсь это получается около там 1600 или 1700 но не круглая сумма это я уже закруглил так что получилось еще и неплохо я думал что сена будет намного меньше но косить бы все равно пришлось потому что старая трава перерастает они ее кушать не хотят потому что она уже большая и старая а нужно чтобы отрастала молоденькая травка для того чтобы потом было где пастись нашей мурке красотке и нашей розе здесь еще трава где я стою а здесь у нас уже идет осака между ней совсем нет практически травы но тоже его приходится косить для того чтобы она не зарастала и было здесь чисто ну вот здесь вот такой у нас сенокос сейчас перейдем еще на один я вам покажу но пока дойдем до этого сенокоса покажу вам как быстро начала расти суданка здесь внизу огорода она еще такая небольшая а туда уже под верх она уже выше колена то есть пошли дожди пошло тепло и суданка стала расти очень и очень быстро так как марты дома нет и другой коровы которую мы приобрели придется ее косить сушить и складывать на зиму так как я думал что корова будет дома специально сели для того чтобы подкашивать и закладывать на ночь чтобы коровы не были голодными по дороге по дороге еще посмотрим что здесь наши козюльки наши цыплятки вроде бы нормально селезень стоит один значит утки пошли нестись зарабатывать себе на кормах так как я вам показывал что старая утка села на гнездо и больше никого к себе не пускает эти не могут найти себе место и несутся по всему двору вот хорошо что я сюда зашел она снесла яйцо прямо на землю и его или коза либо цыплята могут раздавить здесь тоже нужно поубирать потому что бутылки собирались для того чтобы делать заливку но так с ними никто ничего не сделал здесь цыплята летают немножко уже поразбивали нужно это стекло все пособирать вот здесь практически сразу за двором через дорогу находится вот этот еще участок это соседский они им не пользуются они приезжают сюда как на дачу эта трава у них просто стоит когда-то раньше я здесь выпасал телят когда были первые телята когда мы растили на коров козы здесь паслись и один год мы здесь косили в прошлом году оно просто стояло его весной подпалили оно все сгорело а в этом году я хотел припинать телят трава тоже переросла очень высокая большая трава и мы скосили и на вот этом вот кусочке получилось 59 тюков сена я пока был за огородом в балке переворачивал сено тесть сюда пришел когда приехал тракторист тюковать стюковал тесть потом ко мне пришел и говорит ну что ты сколько тюков натюковали как думаешь я такой говорю ну тюков 20 не больше он говорит ну тогда твои 20 все остальные мои я когда пришел посчитал я был в шоке потому что здесь кусочек совсем небольшой этого сенокоса но за счет того что была очень высокая густая трава здесь получилось вот 59 тюков сена и в общей сложности мы имеем 84 тюка вот смотрите какая трава он бы конечно мог бы еще и сюда заехать но почему-то он сюда не заехал здесь хорошая травка но осталась не выкашенная пройдут дожди подождем пока отрастет новая трава и наша мурка с розой переедут сюда ну а вот здесь уже наш двор это соседский двухэтажный дом а наш дом спрятан вот за этим орехом ближе вправо брать где проехала машина вот смотрите какой сторож напал на меня это моих соседей собачка у которых мы здесь на сенокосе крошавица ты охраняешь двор да умничка умничка вот эти 59 тюков которые мы вчера с тестем перевезли вот под это накрытие те сделает заезд для машины чтобы она здесь стояла когда они приезжают и мы сюда пока на время поскладывали тюки это наш транспорт у нас у каждого есть своя машина вот это моя я только приехал с поля еще ведро после кормления не снял беру сюда макуху высевки пшеничные дерть кукуруза пшеница пшеница ячмень это все запариваю оно настаивается и наша коровка во время доения съедает вот такое ведро после этого мы получаем вкусное сладкое желтое жирное молочко это елисея это сиатика она конечно уже убитая но еще мы на ней катаемся так что это все серьезно дорогие друзья не у каждого есть возможность иметь три машины во дворе это конечно шутка без шуток никуда доброе утро будущее мясо водичка еще у них есть корм еще насыпан здесь тепло чувствуют они себя слава богу хорошо кто содержит бролера можете поделиться секретами выращивания будет приятно услышать почитать потому что это мой второй опыт но пока вроде бы все идет хорошо жизнь деревни конечно штука хорошая но хочу сказать что штука тяжелая и сложная если что-то содержать нужно очень много работать я бы даже сказал пахать а если нет помощи это просто завались тогда лучше много всего не заводить потому что взять вот эти все сенокосы заготовки кормов огороды и другое хозяйство и содержание подворья в чистоте обхоз травы полив это это все нелегко так что жить в деревне хорошо если на это смотреть со стороны и думать что здесь только свежий воздух здоровая пища свои продукты питания это конечно же супер но если сюда приехать и пожить в жизни деревенских людей то не все так хорошо как кажется так так наши птеродактильи услышали что я здесь говорю начали с коробки вылазить для того чтобы их уже выносить на улицу вы уже хотите на свежий воздух да и индюшатки есть у меня в планах оставить вот этих бролерных индюшечек а к ним пустить обычного индюка хочу поехать к женщине которая брала у меня весной самых первых индюшат красных откупить у нее индюка и попробовать получить потомство от белых индюшек и красного индюка здесь у нас немножечко перестановка так до беседки руки у нас еще и не дошли у меня та беседка которая была беседкой мы только что с нее вышли там у нас склад зерна и живут цыплята за беседкой у нас вот такой стол стоит две скамейки и купили вот такую качелю покупал я ее через OLX качеля бунро как всегда влетел с деньгами получается где-то тысячу я переплатил но деньги деньгами главное что качеля пришла все пришло нормально качеля хорошая мы на ней качаемся я иногда прихожу сажусь для того чтобы просто посидеть отдохнуть там у нас стоит бассейн это святику подарила бабушка здесь мы сделали для него вот такой домик нужно его еще доделать нужно сделать окошечки нужно его покрасить он себе поставил туда столик и там играется решил после каждой продажи хозяйства делать какой-то приятный подарок для своей семьи в прошлом году мы это начали теперь появилась вот эта у нас красивая кованая скамейка теперь у нас появилась вот эта качеля на днях купил святику доску для того чтобы рисовать мелом а потом посмотрим если еще что-то продаст купим что-то еще вот такие дорогие друзья у нас дела там у нас остался не скошенный газон потому что там растут туи они уже наполовину туи я вот в раздумьях выбрасывать их или оставлять потому что их пообкусывала коза и они теперь наполовину туи так как я уже сказал она их по обрезала ну и плюс к тому еще здесь растут вот лилии нужно подождать пока они отцветут и пересадить их на огород и потом можно будет уже здесь все выкашивать а вообще вообще на осень если все будет хорошо сделаю на день рождения себе подарок хочу здесь снова посадить розы как то вот так вот стоп бригада уже пришла не кушать у них еще есть значит они просят водички наши уточки все друзья вот такой у нас обзорчик спасибо за просмотры за то что ждете видео приятно это знать задавайте вопросы темы для новых видео подписывайтесь на канал кто еще этого не сделал не забывайте подписываться на канал владимир семейная экоферма поддерживать комментариями лайками просмотрами подписками также не забывайте пересматривать прежние видео еще хочу сказать кто сейчас дома кто имеет свободное время хочу вам посоветовать посмотреть фильм или прочитать книжку из зеленых крыш и также зайти на интересный канал пастор путешествий это очень хороший канал я знаю человека который занимается этим каналом снятия интересных видео я думаю вам будет интересно примите мои пожелания всем хорошего дня прекрасного настроения крепкого здоровья обильных божьих благословений любите будьте любимы делайте добро помните о том что дни очень быстро летят каждый день может быть последним и завтра может уже не наступить так что не теряйте возможности делать добро делать что-то новое радовать себя своих родных близких и жить счастливо все как бы все что-то все 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 Продолжение следует...